В Ленинском отделении Всероссийского общества инвалидов в городе Видное отпраздновали новоселье. Общество не переехало по новому адресу, а вот вид помещения, где оно располагается и где десятки лет не проводился ремонт, значительно преобразился. На праздничном мероприятии, где собрались работники общества, активисты и представители администрации района, чествовали тех, кто помог сделать генеральный ремонт помещения. И я хочу сказать слова благодарности, признательности главе Ленинского муниципального района Олегу Владимировичу Хромову за его помощь, заботу и внимание. Ленинское отделение Всероссийского общества инвалидов располагается в бывшей квартире дома номер 3 по улице Советской. О том, в каком состоянии находилось помещение, можно судить по кадрам, которые наша съемочная группа сделала в январе нынешнего года, когда к ремонту только готовились. Его инициатором стал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Помимо финансовой помощи из фонда депутата и администрации Ленинского района, ремонт поддержали несколько предпринимателей, которые сотрудничают с обществом инвалидов на постоянной основе. Помимо того, что они бизнесмены, они умеют зарабатывать деньги и это очень хорошо, создают рабочие места, они просто по-человечески помогают где-то, вот правильно мы сказали, стол организовать, поднести, подвезти, что-то купить. Все это говорит о том, что у нас и в среде малого предпринимательства все-таки большое количество социально ответственных людей. Кроме установки новых окон, в помещении поклеили обои и сменили напольное покрытие. Установили новые межкомнатные двери и провели сантехнические работы. А гости подготовили еще несколько подарков. Они именные часы от главы. На кухне после ремонта также стало красиво и уютно. Здесь гостей уже ждал праздничный стол. Проходите, пожалуйста. Здесь у нас кухня как дома. Я говорю по-домашнему. Ленинское отделение Всероссийского общества инвалидов существует более 30 лет и в настоящий момент объединяет более 800 человек. Теперь работа с ними будет вестись в более комфортных условиях.